Споткнуться, направляясь к цели, значит получить важный жизненный урок. Сбиться с намеченного пути не повод опускать руки. Для каждого из нас это возможность подумать и осознать, а туда ли ты идёшь. И если выбор верен, нужно обязательно продолжать, несмотря ни на что. Главное не сдаваться и оставить позади страх, ведь часто именно он является нашим главным врагом на пути к большому успеху. Здравствуйте, с вами вновь «Дорога домой». Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодня мы идём в школу-интернат номер 5, где поговорим с нашим героем о творчестве, о спорте, о его достижениях и увлечениях, и, конечно, о планах. Знакомьтесь, это Егор, обладатель самой искренней улыбки, ясных глаз и сильного волевого характера. Сегодня наш рассказ именно о нём. Очень хороший, открытый мальчик. Добрый, доброжелательный. Рассказывает свои секреты, улыбчивый. Если есть какие-то пробелы, то приходит, спрашивает. А мне очень много вопросов задают. О Егоре воспитатели и педагоги отзываются исключительно положительно. Этот 10-летний мальчик любознателен, талантлив, активен. А ещё он личность творческая. И здесь мы с тобой нарисуем твоё настроение. И для своих рисунков, и для прохождения психологических тестов с недавних пор Егор выбирает только яркие карандаши. Так, кстати, было не всегда. Мальчик поступил в школу-интернат номер 5 Магнитогорска год назад из города Коркино. И тогда был замкнут и эмоционально напряжён. Он мало общался и больше молчал. У него была очень повышенная тревожность почему-то, да, поначалу. А потом она начала снижаться. То есть он стал более как-то общаться с детьми, стал понимать, что все вот эти, какие положительные качества, да, находить в людях. А также он научился находить лучшее в себе, любить себя. Хотя это обычно детям даётся довольно непросто. Ты внимательно смотришь в зеркало, в свои глаза. И потом говоришь, Егор лучше всех. Давай. Егор лучше всех. Очень трудно детям выразить свои эмоции, свои чувства, да, ещё и в отношении себя. Видите, он сразу говорит, нет, я себя не люблю. То есть, и приходится раскрывать их таланты, их чувства, их эмоции. Прежде всего нужно, чтобы ребёнок подчувствовал, что он нужен для себя, да, и что и вокруг его все уважают. Такие методики дают свои плоды. Егор стал намного увереннее и смелее. Он не боится заявить о своём мнении, но в то же время уважает интересы других. Ребята стараются с ним дружить. Стал делиться. То есть, если у него есть конфеты, мандарины, он обязательно поделится и со взрослыми, и с детьми. Щедрость, смелость, искренность, доброта, весёлый нрав. Благодаря этим качествам Егор быстро обрёл в стенах учреждения друзей и подруг. Их настолько много, что всех сразу и не перечислишь. Артём, Данил, Тимун, Таня моя, Кристина. За что ты ценишь своих друзей? Ну, сыну, потому что они, мои друзья, лучшие на свете. Но они добрые, хорошие, увлекательные. В борьбу мы играем, так. Потом чай пьём, всё вместе играем. Егор и сам старается быть хорошим товарищем. В его понимании, друг – это человек, который никогда не предаст, с которым можно поделиться самым сокровенным и которому всегда можно обратиться за помощью. Я могу их поддержать, помочь, бросить свою работу им помочь. Егор – прилежный ученик. Он учится на хорошо и отлично. Имеет немало достижений. В его портфолио более десятка страниц, заняты грамотами и дипломами. Причём самыми разными. Мальчик побеждал и в литературных конкурсах, и в спортивных. Если о спорте подробнее, то можно сказать, что Егор обожает заниматься физкультурой. Всё свободное время он проводит в зале или на детской площадке с ребятами. Можно бегать, прыгать, скакать, играть, потому что это здоровый образ жизни. Зимой Егор катается на лыжах и коньках. Летом ходит в бассейн и с удовольствием играет в футбол. Пинаются все силы в ворота. Если не попали, вот они пинают, я вниз ложусь с мячиком и потом стою и пинаю. Ты вратарь? Вратарь и нападающий. Нравится ему проводить время и в более спокойном ритме. Он с удовольствием занимается творчеством. В свободное время могу порисовать там лист, завод, здания, трубы. Егор делает поделки из различных материалов – бумаги, картона и не только. И главное, у него всё получается. У меня в руках сердечко из кожи. Кожа белая и коричневая. Сложно ли вообще работать с кожей? Нет, там не сложно. Там за пять минут можно сделать и всё. Кому сердечко сделал? Альбине Расулиной, нашей воспитательнице. Педагогам он очень благодарен за заботу и с удовольствием им помогает. Может и цветы полить, и на стол накрыть, и поработать на приусадебном участке. Егор не боится физически сложной работы. Напротив, ему интересно развивать новые умения и навыки. Недавно, например, вызвался помочь мастерам собрать новую мебель, которая поступила в центр. Диван собирал, кровать. Всё это мебель я собирал вместе с дядей Сашей. Я умею это делать. Я и в том диском доме делаю. Я подаю инструменты, они делают. Я ещё немного сам делаю. Мы собирали вот такой большой шкаф. Эта дверь, она открывается вот так. И тут лежат игрушки. Тут у нас полка, полки всякие, поделки тут у нас, альбомы. Вот этот шкаф тоже делали. Его собирать сложно. Тут очень большие детали. Как ты думаешь, тебе в жизни пригодится вот это умение? Да, мне это пригодится. Егор – активный участник всевозможных событий, мероприятий, конкурсов. Рассказывает, он очень любит праздники за атмосферу волшебства. На первом месте у него Новый год, на втором – День рождения. Я что-то люблю, потому что там мои подарки. Поздравления, наверное, слова хорошие говорят. Что тебе чаще всего говорят? Вот что желают, может быть? Мне желают добро, счастья, чтобы ты хорошим стал, на пятёрке учился. И, конечно, все вокруг желают достижения целей. А они у мальчика достаточно амбициозные. К примеру, если говорить о будущей профессии, то тут он почти определился с выбором. Я хочу стать моряком, полицейским. Вот моя мечта. Я мечтаю, чтобы там рыбу ловить, всех людей катать на пароходе. Когда-нибудь сам катался на катере, на пароходе. Также Егор мечтает о своём доме. Именно доме, не квартире. Мечтает, чтобы там было уютно и тепло, звучал звонкий, весёлый смех. Мальчик уже решил, когда вырастет, он обязательно заведёт животных. В первую очередь собаку породы хаски. И окружить себя друзьями, добрыми, надёжными и открытыми. А как иначе? Ведь у каждого уважающего себя моряка должно быть место, куда ему захочется вновь и вновь возвращаться из большого плавания. Редактор субтитров А.Сёмкин